ребята мы въезжаем в киров мы доехали до какого-то города на самом деле все не так я сама кировчанка в кирове живу иногда меня сбрасывает и мне хочется просто покататься и вот я сейчас именно это сделала просто покататься съездила и возвращаюсь в город ну давайте представим что я не кировчанка что я как бы подъезжаю правда с этого направления в общем-то подъехать то ниоткуда хотя подождите нет это направление вот сзади у меня осталось направление на аэропорт давайте представим вы прилетели может быть взяли машину на прокат не знаю возможно ли так в нашем небольшом городе но предположим что у вас получилось и вы въезжаете в город и так что мы видим то что мы видим слева для меня самой как бы непривычно это у нас новый район города там строится называется жилищный комплекс знак и надо же как далеко он утянулся но вот это не эти домики жилищный комплекс знак а если я не знаю видите вы на видео погодите куда-нибудь занырну это где стоят эти как их самые господи сейчас скажу где стоят подъемные краны слова забывать стало тоже ли старость не радость ну ладно значит едем мы дальше вот улица тихая сейчас был указатель там у нас извините за печальные сведения морг находится частенько туда привозят умерших частенько туда забирает я к тому что многие знакомые оттуда родственников забирали так вот он жилищный комплекс знак тянется вот эти большие многоэтажки они кстати как бы ну хорошо смотрятся то есть вот мы сейчас смотрим через сады перед нами сады а дальше жилищный комплекс знак а я недавно ездил на них поглазеть еще вечером у них такая красивая подсветка смотрите отель евро он не так давно сделано в смысле давненько но не так давно не знаю живет ли здесь кто-то отель выглядит красивым внутри ни разу не было так едем и дальше все еще слева у нас этот жилищный комплекс знак тянется круто строит его компания железно типа сейчас порекламирую а там где живу мы не очень давно три года назад купили таунхаус тоже строили железные мне нравится что они ведут застройку сразу целым районом они сейчас распространяются и на другие города россии так что может вы их встретите вот для меня начало города несмотря на ту табличку от начинается здесь вот заправочки лукойла потому что когда до заправки ты ездишь ну даже чтобы попасть в этот жилищный комплекс знак а после заправки уже в общем то начинается загород после вот этой которая вам сейчас показала вот то есть вот будем считать что мы как будто бы сейчас въезжаем в город хотя на самом деле конечно по официальному да по стаменту раньше и так наш город киров город невелик честно говоря не знаю сколько сейчас население мне кажется около 500 600 тысяч вот идет идут представители населения видели надеюсь там они прошли город у нас областной центр ну честно я бы сказала что достаточно он провинциальный впереди камера ой ой меня перебивает навигатор мы ничего не нарушаем камера и камера ничего страшного так едем мы в сторону города сторону города но здесь еще все такая загородная жизнь а кстати не показала вам проехали ну вот еще представители кирова проехали там завод сельмаш то есть свое время он такой был очень как бы развитый да естественно тоже связаны с чем-то военным потом через в 90 в смысле да когда все заводы загибались в общем то и он в том числе и по моему даже банкротился а сейчас снова работает это хорошо время простора большой магазин один из первых но вернее мне кажется даже первым нет наверное один из первых появившийся знаете которые большие супермаркеты ты типа загородные типа магазины склада это не магазин кстати склад он нормальный обыкновенный магазин просто с большим перечнем товаров большой ассортимент предлагает и что и большая территория у него там автоматическая заправка мне кажется единственная в кирове то есть здесь нет человека которому ты идешь и платишь здесь автоматически платишь карточку лукойл лукойловская заправка цена бензина чуть подешевле у это у нас троллейбусное управление вот там проехали тоже не показала вам там кстати раньше была тоже автошкола я вот в ней училась в этой автошколе сейчас мы наверное ребята надолго зависим вот тут начинается не начинается тут у нас в общем-то один автосалон наверное рено да рено вроде написано так я даже не знаю если сейчас импортные автомобильчики я тут заходила в какой-то из автосалонов какой не помню не в это точно посмотреть поглазеть а в киа и вот спрашивала если вообще сейчас новые автомобили а вот сказали что есть я то думала что не завозят да у нас же санкции сейчас идет идет апрель 2023 года вот но оказывается завозят с ре как это называется реэкспорт что ли в общем смысл такой что привозят из казахстана и пробег у них там какой-то малюсенький то есть например две тысячи километров пробег правда единственный минус что они уже не на гарантии считается а так а так вот вот так новые автомобили есть недавно тоже ездили в чебоксарах там такая же в принципе ситуация то есть заходишь в автосалон автомобилей очень мало по сравнению с тем что было раньше ну как то так так выжидая свет ой простите уехал у меня куда-то камера уехала до свет нам пока красный смотрю сделали тут новый светофор но так ты его давненько сделали раньше можно было по обоим полосам проехать прямо а сейчас по левой полосе вот видите только поворот налево разрешен потому все толчемся в правой сзади меня остался аэропорт и населенный пункт стрижи то есть мы кировчане в принципе знаем это направление что если сказать на аэропорт на стрижи то вас поймут куда вы поехали если бы мы ушли сейчас на право мы пойдем прямо в город но если бы мы ушли на право то мы бы поехали на советск если говорить по нашей кировской области городок совет а если как бы брать типа дальние города это было бы направление на казань Вот мы уже, собственно говоря, прямо едем по городу Вот здесь у нас слева военная часть Еще с советских времен Думаю, что она, наверное, и сейчас еще военная часть Военный городок, да, так это, по-моему, называется Выйдем мы с вами сейчас на улицу Щорса А она нас выведет практически к вокзалу Но я до вокзала, наверное, не поеду Я еду по делу И я, наверное, получится, что сверну чуть раньше Ну, давайте проедем по Щорсу Как еще Рса улица Как видите, домики все старые Кроме вот этого он недавно построенный В принципе, город существенно у нас расширяется Пытается, конечно, захватить территории внутри города Ну, в смысле построить новые дома на тех клочках земли Которые есть в центре Ну, или не совсем в центре, но хотя бы не совсем на окраине Ну, а коли так не получается, то начинают выходить уже за пределы, скажем так Не за пределы в пределах города, но на окраинах совершенно Мы с вами подъезжаем к такому району, который мы называем Дружба Он называется так по имени Так, машина, сейчас, секунду По имени кинотеатра Дружба Который тут тоже, в общем-то, с советских времен Вот он у нас, кинотеатр Дружба такой маленький А я помню, что в советские времена-то мне он довольно большеньким казался Таким привлекательным По-моему, вот там впереди сквер, он тоже называется Дружба Так, ребят, я, наверное, выключусь, потому что мне надо сейчас позвонить Я забираю человека, мне надо позвонить, чтобы приближаюсь Ну, вот если бы мы поехали туда вперед прямо, там бы был вокзал На вот том светофоре далеко, который не здесь, где мы стоим А на следующем, если бы мы свернули налево, а потом поехали прямо Ну, в смысле, налево, а потом направо на следующем перекрестке И поехали прямо, мы бы приехали к автовокзалу Впереди камера контроля перекрестка И вокзал, и автовокзал Вот, а вообще город небольшой, компактный Примерно 9 километров в диаметре Ну, если не брать, опять же, эти понастроенные новые районы Ну и... И это город Киров Приезжайте к нам, если что, прокачу по городу Пишите, звоните Пока-пока